Я была замужем на протяжении 25 лет. Когда мой муж умер, это было очень неожиданно. В этом году я снова вышла замуж, и у меня началась совершенно новая жизнь. Множество новых увлечений, хобби. Сейчас у меня очень насыщенная жизнь. Моя дочь учится в колледже, и моя семья, наверное, одно из моих самых больших увлечений. Беременность прошла отлично, а вот с родами были проблемы. Мне делали кисарево сечение, и хотя у меня не было вагинальных родов, все же был нюанс. Раньше мы принимали участие в соревнованиях по прыжкам со скакалкой. Я должна была отказаться от прыжков со скакалкой. Я не могла делать двойные прыжки, а одинарных было недостаточно. Тогда все и началось. И постепенно ситуация только ухудшалась. Чихать, прыгать со скакалкой. Я постоянно вынуждена была думать о вещах, которые не могла сделать, потому что мне постоянно нужно было бы бегать в туалет. Да, я просто не могла их делать. Но потом все изменилось. Благодаря креслу. Электромагнитные волны, которые распространяются вокруг мышц, заставляют их становиться более крепкими, с внутренней стороны ко внешней. Процедура примерно длилась 30 минут. 25 или 30 минут вы просто сидите на этом кресле и читаете журнал. Вероятно, это было самое долгое время за день, когда я просто могла сидеть, расслабившись. Это очень просто. Не было никакой боли, никаких побочных эффектов, никаких нежелательных явлений. Мне очень понравилось. В первый раз я была удивлена и подумала, хорошо, я могу попробовать это, но была настроена скептически. Во второй раз я подумала о том, что действительно что-то меняется. В третий раз я уже могла ощущать мышцы и управлять ими. При чихании я ожидала, что снова будет проблема, но ничего не произошло. Я почувствовала себя комфортно и захотела сделать упражнение Кегеля. Представляете, я почувствовала, что есть прогресс, и я буду продолжать работать над ним. Я чихаю. Я могу прыгать со скакалкой, я могу бегать. Я счастливый человек. Знаете, я могу делать все виды упражнений и участвовать в соревнованиях. И теперь я могу делать их с гораздо большей уверенностью, чем раньше. Это освобождение. Настоящее освобождение, которое дает возможность снова делать то, что вы хотите. Мы все стареем. Мне 53 года. Но я не чувствую себя на 53 и не планирую чувствовать себя на этот возраст еще долгое время. Это значит, что я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь себе и улучшать ситуацию и дальше.